сейчас вообще надо людям показать как мы живем здесь и зимой в тайге а то знаешь многие это самое нос ну конечно отлично замечательно сейчас надо будет покажем как бочки делаем как лыжи делаем вот это вот все еще раз познакомимся тут наш непонятно кто такие это василий специалист на все руки многодетная семья такая же как у меня он не только пчеловод он мастер во многих отношениях то есть и лодки и лыжи и улли и бочки в которых у нас мед настаивается сейчас тоже покажем меня вы уже знаете все андрей медонос идем дальше пришло время нам сейчас что значит людям рассказать и показать чем мы занимаемся власти наш пчеловод и в то же самое время мастер на все руки так давай вот откололи уже доска почти подсохла да это лыжи сейчас будем давать мы колем стволы дерева вот это кедр лыжи делаем только из кедра потому что кедр самый многоемкое дерево сложительное то есть вот так вот клиньев вставляем ряд клиньев и потихоньку вот так вот колем и эти клиньи потихоньку потихоньку раскалывать получается дерево по волокнам да вот она ровно раскалывается по волокнам и лыжи получается тонкий легкий и не ломается чем магазины покупные клееные все так вот например выходит вот такая доска сейчас будем показывать вот первая лыжа у нас уже почти что готова заготовка вот первая лыжи видите такая заготовочка уже даже здесь это вот они заготовочка готова загнули напарили да распарили в ведре загнули а сейчас вторая вот значит пилим вот так лыжи приблизительно длину замерили какая у нас длина будет вот учерчу да сейчас вот речки и потихоньку отмеряем делаем чтобы у нас лыжа ровный было потому что дерево надо выбрать как у нас собак выбирает в деревне что были хорошие собаки и жён также выбирает как сама смотрят на родители что были потому что на ход уже плохой собака не пойдешь возьмешь вот как я взял собаку думал лайка выросла борзая так это и взял жену думаешь нормально родители не посмотрела на выросла гончи и бегает у тебя а в городе наоборот любят когда бегают они ловят там по клубам там по барам вытаскивают а еще в городе любят замужней женщины кучковаться по 5 по 5 бар и по клубам всю ночь утром приходит пьяная муж всю ночь с детьми возился это разве тогда это нам известно про что ты говоришь это очень хорошо такая тема щепетильная очень очень тема такая негласная нигде не в интернете не в ютубе такого нет поэтому над нами и смеются что мы жен выбираем как собак ну собака если нормально ты воспитаешь на тебя жизнь отдаст и ты знаешь что она не предаст так и жену если нормально выбрал как собак то она будет тебе хорошая отлично так мы так не будем сильно в подробности просто показываем конкретно объясняем вкратце потом люди не любят по глобу смотреть чтобы у вас получилась такая вот лыжа лыжа если правильно сделана то с удовольствием будете бегать по тайге взад вперед и не замечать как ноги допустим устали у вас или не устали а если на большая разница между прочим лыжи заводские или самодельные на самодельных идешь вообще прям как летишь все равно по пуху по снегу а эти заводские заводские не успевает кто на заводских они так отстают или не успевает вообще еще знаешь интересно показать хочу как как мы катаемся на лыжах на горных здесь же мы кантик делаем а где наш металлический кант который мы сюда вот так прикручиваем и получается на шурупчиках от обыкновенного ящика этого металлическая полоска да вот это для того чтобы когда с горы катимся можно было залегать так заворачивать на этих лыжах а сзади ружье да вот из такой вот мы вырезаем все перебираю вот и вот да потом потом вот так вот сейчас отрезаем давай покажем значит как мы это делаем то есть вот так вот отрезаем и кантика на вдоль здесь на два кантика вот так пусть у нас получится кантик все у нас экономится все экономим ящики есть маленькие нам в деревню по речке прибивать мы их разбираем все в топку безысходно у нас свалок как таковых нету все в городе мучаются куда свалки девать у нас до какой свалки у нас даже пластиковые бутылки вход идут все идет вход ну что у нас и мусора нет и лучшие подъемники у нас так зарезали давай смысл просто покажем людям чтобы смысл пока это самое не будем сильно то это весь день рабочего весь день будет наш ролик кто-то смотреть что ли так коротенько им покажем смысл как дело это у нас сибири зима длинная долга лучше подъемник у нас в горы у нас же здесь вот кузнецкого тау саянский хребет вот это у нас лучше подъемник в горы это конь на лыжи на коня и в гору а оттуда уже с ружьем едешь с карабином стреляешь просто по дичи как угодно и скатываешься на лыжах покажем потом как мы скатываемся на лыжах на своих самодельных вот такой вот смотрите вот такой вот кантик он потом после того когда уже готова обработана рубаночком она тоненькая здесь буквально доходит до трех миллиметров вот сюда вот такой вот кантик не включается нам на маленькие маленькие саморези кину наши предки так недела наши предки тела не камус камус мы тоже делаем но вот такой вот на саморезе как can't ak очень хорошо очень хорошо потом с гор спускаться у нас горы большие закладывать как говорят горнолыжники закладывать 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 и между деревьев и между деревьев и бывает вот я вам покажу как-нибудь козла если подстрелил прiously на плечи две ноги у такой, его лапы здесь возле твоей головы висят, и держишь, и летишь с горы с этим козлом диким, мертвым, на спине его держишь, и на лыжах вниз. А конь, твой конь, который тебя завез наверх, на гору, он уже внизу ждет. То есть он пока такая, технология такая, то есть с лыжами наконец заезжаешь наверх на гору, покажем все это видео, как это происходит. Ружье на спину, на спину ружье, лыжи, все навострил, и вниз. Пока вниз едешь, потихонечку так это закладываешь между деревьев, закладываешь, конь знает, куда ты приедешь. Он спускается, и вперед тебя уже там ждет. Пока ты серпантинообразно по горе вот так съезжал, может одного козла, может двух, если одного, то его прям сразу раз на спину, и все. Вот так вот едешь, а у тебя козел на спине, и бывает его прям морда вот здесь возле твоей головы так вот колдебается, ну, катишься, когда на лыжах, так же? И раз, конь уже, вот он твой, спустился с горы, ждет. То есть, оп, козла через седло, лыжи пристегнул, сел и дома. И у нас получается все. Значит, мы и на лыжах накатались, и с добычей домой вернулись, и радостно время провели, и все довольные, счастливые. Вот такой вот позитив у нас деревенский. И развлечение, и рынок. Да. Это вот как мы охотимся. А как мы рыбачимся, сами видите лодочки, какие делаем, тоже покажем вам видео. Так, еще вопросы будут про лыжи? Нет? Ну, тогда все. Где мы? В Альпах? Есть. Ты специально снимаешь, чтобы я на льду...